Христа, прежде чем тебе зарегистрироваться на грешку. Да это все обман, не будет это никто говорить. Это никто не будет говорить. Как так не будет? А вот так не будет. Потому что если бы так было, да никто бы не отрекся. Ну конечно. Никто бы не отрекся. Ладно. Только когда начнут мучить кого-то, тогда уже кто-то не выдержит. И потому надо нам поиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Собрание провести сегодня же, чтобы власти не обвинили нас в единомыслии с Арманом. И его нехристианским поведением. Мы ни в чем не изменились. Со дня его приезда. А изменился он. С его стороны измена. Мы не знаем о том, держал ли он уже заранее в себе эти дымящиеся головню. Или приобрел здесь от интернетных злодеев. В очередной раз убеждаемся в прозорливости отца Акима. Когда я вернулся из поездки в США, я увидел впервые дружинина Геннадия Петровича. Пенсионер, подполковник милиции. И спросил батюшка, что это за человек. Отец Аким сказал, я с ним не разговаривал. Но скажу, что он очень нехороший человек. А почему, я не знаю. Прошло время, и этот человек стал делать величайшие пакости. Буквально завалил прокуратуру и милицию жалобами и ябедами на жителей деревни. Инсульта его не стал. Относительно Романа Малыша батюшка говорил сразу, что что-то подобное, что какие-то неприятности ожидает от него. И опять это подтвердилось. У меня была всегда настороженность такая. Я когда даже собирался ехать, я говорю, Геннадий, не торопись, не надо. Пусть сначала приедет человек, чтобы не приезжал совсем. Приедет какое-то время, поживет здесь, посмотрит, тогда только приезжать. Не надо совсем. Да нет, надо, он человек хороший, это все, Геннадий, но прошло время, видите, что... Какие неприятности я вам предоставил, ну кому я зло сотворил? Скажите, пожалуйста, вот сейчас, здесь. Да никому не сотворил. Ну, вы от меня ожидаете зла, то есть я подал повод, что вы... Конечно, подал. Почему? Ну потому что ты не подчиняешься власти. Ну я год прожил больше, я не подавал поводу, а тут раз... Ну ты кто, если мне не знаю, ты пасла, покажи. Ну потому что ты целый год такого не вытворял, как сейчас. Так может, я дальше не буду творить? Ну дай бог. Ну, да так... Может, ты зарегистрируешься, но дай бог. Мне все устраивает. Я никому, вы знаете, никому зла не сделал. Вы тоже мне не сделали. Я вас люблю и хочу здесь жить. Но дайте мне верить, как я верю. Ты не сможешь здесь жить, понимаешь? По закону не сможешь. Тебя все равно отсюда, ну как бы сказать, выселит. Мне больше сказалось, что дух меня отсюда погонит. Давайте дадим Господу. Как написано в священном Писании? Если дело от Бога, оно будет. А если не от Бога, оно разрушится. Ну давайте, пускай. Ну дайте Богу участвовать в этом. И все. Даже если вы хотите... Братья, смотрите. Если вы хотите... Я сейчас уберу снег вокруг вагона своего. Сделайте крестный ход. С молитвой. С молитвой сделайте. Господи, если этот роман враг нам, выгони его отсюда. Нельзя. Ты отверг. Ты отверг церковь. Ты отверг. Нельзя этого делать. Ты отверг причастие. Ты отверг... А чего? Поконит, тетя Валя. Я буду причащаться в другом месте. Ну и так нельзя. Православных. Подождите, православных. Вы неправильно говорите. Это ложь. Я не отверг церковь. Ты порушил кто-то. Я не порушил. Я не буду участвовать с ересами этими. Не хочу. И все. Это по Писанию. Меня всегда удивило. Два раза за пост причаститься. Два раза. Это такой труд нужен причастию. Это столько нужно молитвы, поклонов. И порушить все. Я больше ходить не могу. Меня ничего не поразило. Мне не земля. Меня вот это поразило. Как? Два раза причаститься. Оставьте мне веру. А почему вы здесь не причащаетесь? А я другой церкви принадлежу. У нас совсем другое. Ну так тогда уже у меня другое. Ну так тогда. Ну как? Ну так а что? Вы будете ехать. Ну вот так бывает. Вы будете ехать туда. Я буду ехать в одну сторону. А они остаются здесь. Почему нет? У нас такого я так не могу. Я так не понимаю. Понимаете? Ну вы не понимаете. Но у нас у старобрядцев такого нет. Понимаешь? Что батюшка так посещался. Пошел к другому. У нас нет. А почему так? А так должно быть. Нет. А так должно быть. Да. В этом говорит Священное Писание. Ну бывает. Это знаешь причина должна быть. Там переезд. Есть причина. Очень веская. А это так вот с легкостью. Утром причастился. А через два дня. Ну у нас такого не бывает. Это страх. Это не так не бывает. Это бывает только когда уже человек. Я не знал, что батюшка в алтаре вынимает частичку. Знагун дяй. У нас даже если у поста нету поста, у нас взрослого никогда не прийти. Только в пост. А если уже умирают. А ты когда приезжал в митрополит, ты был хоть раз на митрополитической службе? Бывал? Нет. Когда митрополит приезжал? Ага, это весной был. Ну был? Да. Был. Да. И ты что думал, что митрополит и частичку не вынимаем за патриарха и поминаем патриарха? Ну что, он думал, приехал. Но ты после этого ничего не сказал. Два раза приезжал. А ты говоришь, не знал. Вот до января месяца ты не знал. А узнал. Опять ложь. Сколько ты тебя берешь? Ты не знал, что поминаем. Митрополит приезжает два раза в год. Так. Ну. Ну что? Ну ладно, два раза в год приедет. Да что? Ну, постою себе, прости меня, Господи. Когда мы поминали в алтаре, я говорил, Господи, прости меня. Вот так и крестился. И все. Потому что я соучаствую, если получать. А вы, оказывается, тихоря с нами поминаете. А вы так оказывается. Ну, вот что и сделать. Это ваше дело, батюшка. Простите меня, братцы. Я не хочу никого обидеть. Это Бог будет... Давайте Богу оставим. Давай Богу. Вот тебе... Давай, давай, давай. Роман, ты как эговист. Это говище так разговаривает. А что сейчас скажешь? Нет, я на это не отвечаю. Ты бы оставил все это до суда Божьего судить, тыран. Ты судишь Игнатия сейчас. Всех нас осудил. Все... Никто здесь есть. Ну ладно, православный. Вот у нас есть, которые старобрядцы. Они родились в старобрячестве. Они то, что они были где-то и переметнулись. Они родились. У них истинное священство. Все. Они там. И ты всех осудил. Почему осудил? Почему осудил? Ну как, в чем осудил я? Вы все еретики. Ну, ты как осудил? Еретики. Ну как написано? Врата... А, это... Церковь не одолеет... Да? Скажите. Да. Ну, а где? Да. Что вот это вся патриархия, вот это все истина, что ли? У вас такое понятие? Ну, ты считаешь, что это церковь? Это отпавшие от церкви. Гудяй, епископат и все, которые вместе там. Это отпавшие. А церковь? Маленькая ставра, которая гонимая сейчас. Которые не поминают. Да никто никого не гонит пока. А старобрячество такое большое. Вы тоже не знаете. А старобрячество такое большое. Вы знаете, гонят, никто не знает, что гонение есть, а никто не знает, где гонение. Кого гонят? Ну, Роман, а старобрячество, белокреницкое, это... Ну, я слышал, что белокреницкое, это истинная церковь. Так, а теперь... Новозыпаковская. Я отвечаю за себя. Давайте так. А лукавишь? Да. Лукавишь, брат. Ладно. Я не изучал старобрячество, я знаю, что там 50 каких-то толков. Я не изучал, мне не надо это. Зачем мне? Нет, ты изучи, где священник. Зачем? Я не ухожу старобрячество. Ну, как? Я родился в православии, в московского катриархата, здесь я и помру. Но это же цель. Но не вместе с юритиками. Но это же цель. Отдельно. Ладно, мы собрались не разбираться, кто спасенный, а кто погибший. Не об этом. Так что, прошу простить меня, я... Да, нельзя говорить, что нет, церкви еретическая, как? Да нельзя. Можно? Тихо. Ну, как? Я нужно даже, надо обличать, а как же? Ну, как в церобряческой, что, церкви нет? Ну, не вся, ну, 50 у вас там толков каких-то. Откуда это? Да каких толков? Я священство. Белогринецкое. Ну, беспокойство, что ли? Как? Ну, и что? На таинство идет, таинство. Что, это не церковь? Вы еретика упоминаете там, в этом алтаре? Какого? Ну, Гундяева, например. Ну, при чем он? Ну, он ни при чем здесь. Ну, так что? Свой метрополит есть. У нас метрополит свой. Они участвуют в экономической... В экономической... Нет, никто участвует. Ну, не участвуют, но там все молодцы. Тихо, все, приходи здесь, все. Все. Это не надо, все, хватит. Здесь другой вопрос. Это уже это... Здесь ничего уже не надо. Значит, Роман, тебе только одно еще раз напоминаю. Я... Почему я напоминаю? Потому что ты вошел в готовое. Приехал. Здесь все готовое. А я начинал, когда копал глину. И нет ни одного дома, где бы я не приложил своих рук. Поэтому мне дорого. Тебе завтра все смахли, тебе это ничего не стоит. Недорого. А мне дорого. И многим, кто были первыми, этим дорого тоже, кто начинали. Вон Игорь приехал. У него ничего. Что Лена с четырехмесячным ребенком под брезентом, под тополем все лето прожила. Нам дорого это все. А для меня ты вошел в готовое. Тебе это недорого. Поэтому у нас есть, значит, староста. Но так как я как бы основатель этого был, первый пришел, мне пришлось ехать в Москву регистрировать. Только с помощью Госдумы зарегистрировали поселок. Единственный поселок на Алтае, который из разрушения зарегистрировано. Для нас это все дорого. И с большим трудом доставалось. Чтобы у нас школа была, обыкновенная школа. Нужно было десятки раз, Игнатий Тиреев, по-моему, 32 раза в разные инстанции сходил. Чтобы потом нас с Игорем вызывали на сессию. Как на сессии депутатов района решали, открыть или нет у нас школу было. Наконец-то решили, что как филиалы Хорчинской школы. Все года, 20 лет у нас школа была. В этом году решили у нас совсем закрыть. Опять сколько пришлось от труда нам быть. И куда нам уйти? Куда? Идем к властям, потому что другого нет. Они поставлены на это. Добились, все-таки оставили учителей, все. Хотя у нас два ученика. Три учителя, да, там они получают мизерные, там, говорится, виртуально, можно сказать, копейки. Но не важно. Главное, у нас все сохранилось, а это. И нам это сейчас кто-то будет, что первое будут даже не Андрея, не Осипа, а батюшка. А что у вас, почему? Так, человек живет и не зарегистрировано уже живет больше года. Как это так? Почему вы? Ну, я сколько раз тебе говорил, ты обещал, что осень наступит, батюшка, сделаем все. Я поеду там, выйду, потом обратно въеду и тогда зарегистрировались. Ты обещал меня. Обманул. Ничего не обещал, я говорю, поживем, посмотрим. Нет. Ты не говоришь, я не обещал, я вам объяснял, я шесть раз. Вы уже просто меня достали, просто, понимаете? Я шесть раз объяснял, это любой человек может понять. Я говорю, я не буду это делать. Игнатий Тихонович вам даже сказал, отстаньте, он сам. Он сказал вам. Иаким, отстань, он знает, что нет. Ты говорил мне, что я выеду в Украину, а потом заеду. Ну, может быть, если зимой получится, поеду, но не получилось и что. Я обещания вам, клятвы никакие не давал. Почему? Ну, при чем здесь клятвы? Ну, и что? Клятву, клятву. Какие клятвы? Посмотрим, если я говорю, я всегда говорю, если Бог да, значит поеду. Делаем тебе мы все предупреждения. Все, я услышал. Ты должен зарегистрироваться будешь. Вы меня предупредили, я услышал. Услышал? Услышал. Услышал. То есть, заснято, вот, если придет участковый, я скажу, меня предупреждали. Я знаю. Вот, все, нам это только и нужно. Все. Чтобы ты предупрежденный был. Против этого, то у нас в старости или я обязаны просто будем завить властям. Не обязаны вы это. У вас 28 правило, не обязаны вы это делать. Не обязаны. Ну, ставь такого. Мы не жалуемся. Мы не жалуемся на тебя. Не жалуемся. Но человек приехал, не показывает паспорт. Другого рычага, чтобы меня выжить, нет у вас просто. Давайте другой найдите какой-то. Ну, ты покажи паспорт. Ну, если покажу, то что? Ну, ты покажи. Ну, ты какой-нибудь чикатило. Мы же не знаем. Ну, ты покажи паспорт. Ну, вы издеваетесь. Ну, что вы? это я прошу просить вас в ресторане я на эмоциях поднял не надо было спорта чинок если пока то что не все все успокоится все нормально все успокоится паспорт прийти покажет и все вы меня будете трогать даже не уезжай даже не будет не уезжать но и не паспорт мне например не хвата чтоб ты выезжал нет у меня к тебе вообще отношение хорошее да у всех нет ну а паспорт показать надо я и говорю может в какую чикатило на обратном пути идти нет а мне не надо вот батюшка мне не надо я показывали мы водили клей 40 лет тебе ты взрослый человек зачем ты так лукавишь я не лукавлю я говорю я прямой человек я прошу я вижу я вижу лукавство я вижу лукавство поэтому я да лукавство это в тебе видимо ну это уже все этого нет я говорю выжить вам другого варианта нет вам надо только пойти на меня настучать то есть себя под анафему 28 правило устава анафема под страхом анафему написано то есть подвести себя под анафему для того чтобы меня выжить как настучать ну как в властях так и написано сексуальничать это сексуальничать что то там делать конечно это да ты нарушаешь закон какой закон закон все российской федерации закон на жительство на жительство о чем вы говорите вы верующие люди проверьте верный или нет испытайте себя верен ли вы или нет администратор деревни он как бы старший он придет в власть узнает а это кто живет здесь завтра придет в власть вы знаете что закон уже обязательно сдавать биометру и батюшки опять же я ее сдавать не буду потому что от антихриста это печать буду ставить понимаете в чем дело мученик будешь венес на деньги да буду мученик ну а сейчас никто если ты зарегистрируешься в шоку это ты строишь получишь землю тебе от земли будешь строиться и жить почему ты этого не хочешь сделать потому что это антихриста власть если бы это было в другое время значит я бы сделаю это Вот, Роман, мы с тобой прочитали в нашем «Старавляйство» журнале об отношении ННН и всем этим документам. Ну, это журнал не надо, дядя Володя. Не, я тебе хочу сказать. Это чепуха такая, ну что вы говорите? Они собор собирали. Это все равно, что Дмитрия Смирнова слушает на интернет. Ну, простите меня. Собор собирали. Ну, какой из собора? Собор, а что ты говоришь? Митрополит. Еще раз прошу прощения, полома. Никого не хотел обидеть, но всех обидел. Ну, простите, красавица. Что это есть? Да, что это есть? Субтитры создавал DimaTorzok